Рождество 1882 года Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ПЕСНЯ 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 Яркие обертки, оригинальные начинки, первый аромат шоколада – все это пришло в Москву и Санкт-Петербург в середине XIX века вместе с иностранцами. Это они открыли русским чудный мир сладостей, а не только варенья, пастилы и пряников. Люди побогаче привыкли коротать время в роскошных кофейнях Сиу, баловать детей шоколадками из волшебного автомата Бормана и приобретать для дам сердца бомбоньерки Эйнома. На стороне иностранцев были деньги и технические новинки, зато Алексей Иванович Абрикосов лучше понимал потребности русской души. Именно он превратил обертки от сладостей в учебники для простых людей. Вторая половина XIX века – это удивительная эпоха в истории Российской империи. Тогда искусство из богатых салонов для аристократов перешло в кондитерские. «Хочешь больше узнать о персонажах мертвых душ? Купи кулек леденцов». Конфеты не просто подслащивали жизнь, они повышали общий уровень грамотности. Обычные фантики превратились в путеводители по истории, литературе, естествознанию и музыке. На смену лубочным картинкам в крестьянских избах пришли этикетки от карамели. Ими же обклеивали сундуки и шкатулки. А среди барышень особенно ценились музыкальные конфеты с нотной партитурой от самых известных композиторов. За всеми этими модными тенденциями в упаковке внимательно следили кондитеры. Они же их и определяли. Поэтому на кондитерском рынке шла борьба не только за кошельки, но и за души покупателей. И абрикосовы в этом преуспели. История этой семьи и их семейного бизнеса началась в русской глубинке, в Пензенской губернии, в селе Троицком. Степану Николаевичу было за 60. Он не имел ни паспорта, ни фамилии и числился крепостным у помещицы Анны Левашовой. Зато он был на особом положении. Он отвечал за производство сладостей на продажу в Москве. Варенье, пастилы и мармелада из абрикосов. Редкого фрукта. Вырастить его в местных краях удавалось разве что чудом. Николай Павлович Романов, больше известный в нашей истории как император Николай I, проводил колоссальную работу по развитию и поддержке российского предпринимательства. Именно в его эпоху на российское купечество были возложены высокие задачи продвижения товаров и услуг, производимых в нашей стране. А в основу этого нового сословия встали крепостные крестьяне. Именно к такому происхождению и принадлежит династия абрикосовых. К этому времени, 1833 году, относится первая награда, которая была получена из рук императора Николая I на первой торгово-промышленной выставке, проходившей в Санкт-Петербурге. Золотой перстень, на дужке которого награвирован текст его тоста, произнесенного на приеме 13 мая 1833 года в Зимнем дворце. За здравие трудящихся в пользу Отечества. 13 мая 1833 года. Честь нам. Он был вручен императором всероссийским сыну крепостного крестьянина Ивану Степановичу Абрикосову. Вот таким вот образом государство ставило задачей. Не только удовлетворить потребности российского рынка, но также расширять этот рынок на территорию сопредельных государств. Абрикосов был не единственным крепостным, добившимся такого успеха. В каждой губернии счет шел на десятки. Фамилии фабрикантов и купцов из крепостных можно было перечислять долго. Это и Третьяковы, и Мамонтовы, и Бахрушины, и Прохоровы. Но судьба переменчива Иван Степанович разорился. Производство продали за долги. Семья переехала из большого дома в тесную квартиру. А его сыну Алексею, будущему кондитерскому магнату, пришлось бросить учебу в престижной Московской практической академии коммерческих наук и пойти работать. Свою карьеру он начал с того, что открывал дверь посетителям чужого магазина. А вот для иностранных кондитеров Россия была как медом намазана. На Западе были убеждены, русские люди такой десерт, как шоколад, совсем не знают. Сможешь первым наладить его производство – получишь большую прибыль. Руководствуясь этим девизом, в большие русские города хлынули иностранцы, мечтавшие открыть свои лавки и кондитерские. Всех опередили супруги Сию – выходцы из Франции, сколотившие состояние на парфюмерном бизнесе. В центре Москвы они открыли небольшое производство. 24 ноября 1855 года – день рождения российского шоколада. Когда Сию сварили первую чашку этого ароматного напитка в доме Варгина на Тверской. К вечеру выручка Сию составила огромную по тем временам сумму – 122 рубля 70 копеек. Для сравнения, похожую зарплату за год работы получал заведующий больницей. Абрикосов о таких доходах не мог и мечтать. Зато он мастерски сумел решить вопрос со стартовым капиталом, а заодно и с личной жизнью. В колониальной лавке Гоффмана он работал уже бухгалтером. Там Алексей Иванович познакомился с московским купцом Мусатовым, у которого была дочь на выданье. Тот, несмотря на свой суровый нрав, явно симпатизировал молодому и талантливому человеку. Когда пришло время выдавать замуж свою дочь Агриппину, табачный магнат увидел в Алексее своего будущего зятя. Быть может, опытный Александр Борисович просто поверил в молодого предпринимателя. Сам Алексей Иванович потом не раз говорил, что с Агриппиной Александровной его соединил не только трезвый расчет, но и сильное сердечное влечение, и не видать ему успеха без поддержки жены. Агриппина Александровна и Алексей Иванович Абрикосовы провели вместе бок о бок не просто более 50 лет. Они отпраздновали золотую свадьбу, они вырастили более 80 детей, 22 ребенка из них выжило, 18. На момент их кончины в начале 20 века потомков было более 147 человек. Но первое время у Абрикосова не очень получалось стягаться с конкурентами иностранцами. На их стороне были опыт, новая современная техника и связи с зарубежными технологами. Иностранные кондитеры добились своего, русские купцы и дворяне полюбили шоколад. Популярность этого десерта в России росла так стремительно, что вскоре возникла потребность в учебнике для начинающих российских шоколатье. Книгу «Шоколадная кухня с рецептами и советами» написал швейцарец Морец Конради. Вместе с братом они открыли в Санкт-Петербурге конфектную и шоколадную фабрику Мореца Конради. Ее элитная по тем временам продукция была рассчитана на русскую аристократию. Молодые кавалеры из хороших семей в обязательном порядке дарили дамам сердца модную и дорогую новинку – молочный шоколад от Конради. Специально для детей Конради выпускали конфеты серии «Кот в сапогах». Для изображения на этикетках были выбраны эпизоды сказки. О такой дорогой упаковке поначалу Алексей Иванович Абрикосов и мечтать не мог, но внимательно следил за конкурентами и старался не отставать. Упаковка – это было целое направление в искусстве. Например, вот эта коллекционная упаковка в виде ларца. Сюда собирался ассортимент тот, который покупатель предпочитал сам. И ему продавщица в фирменном магазине фасовала конфеты по его выбору. А вот это юбилейная коробка, связанная с войной 1812 года. Великим художникам поручались такие проекты. Оформление этой упаковки сделано великим Добужинским. Батальные сцены рассказывают о геройстве нашего русского оружия. Вот в этих медальонах наверху были изображены портреты не только героев русских генералов, но также Наполеона и Александра Первого. Монпассие из фруктовых и ягодных соков. Вот такие разноформатные коробки позволяли удовлетворить интересы целых компаний. Люди по весне прогуливались по бульвару и употребляли эти замечательные конфеты, угощая девушек и пробуя их сами. Любимым местом московских сладкоежек-аристократов стал Арбат. Именно там молодой немец Фердинанд Теодор фон Эйнам открыл небольшую кондитерскую по производству шоколада и конфет. Новинку, твердый шоколад, можно было купить только в лавке Эйнама. Алексей Иванович поначалу поставлял сырье Эйнаму, а затем его напарнику Гейсу. Но вскоре стал их главным конкурентом. Эйнам сумел быстро найти влиятельных покровителей. Своим коммерческим успехом он был обязан Крымской войне 1853 года и собственной расторопности. Предприимчивый немец всегда лично обслуживал именитых клиентов. И однажды он так удачно за чашкой какао разговорил высокопоставленного чиновника, что получил контракт на поставки варенья и сиропов на фронт в госпитале. Пока другие кондитеры из-за войны терпели убытки, Эйнам богател. А еще работал на репутацию. С каждого проданного фунта нового печенья Эйнам жертвовал пять копеек серебром, из которых половина суммы поступала в пользу благотворительных заведений Москвы, а другая половина – в пользу немецкой школы для бедных и сирот. Просто успешно вести свои финансовые дела для предпринимателей того времени считалось недостаточным. Чтобы тебя уважали твои конкуренты, чтобы тебя заметили при императорском дворе, нужно было так или иначе участвовать в жизни города. В семье Абрикосовых это хорошо понимали. За благотворительность в основном отвечала Агриппина Александровна. По свидетельству современников, она была женщиной властной, но великодушной. Алексей Иванович больше был озабочен образованием своих детей, как светским, так и духовным. Под пристальным взором отца дети регулярно посещали службы в церкви Успения на Покровке, где Алексей Иванович был главой прихода. В семье Абрикосовых даже девочки получили образование, обучаясь в частных пансионах. Девочки учили латынь, древнегреческий, древнееврейский, церковнославянский. Это кроме английского, французского и немецкого. А еще знали астрономию, физику, математику. Все это позволяло, согласно выпускному свидетельству, работать воспитателем собственных детей. Все сыновья получили разностороннее университетское образование. Абрикосов считал, что нет ничего важнее кругозора и умения перспективно мыслить. Поэтому никто из его наследников не получил образование, связанного с коммерческой деятельностью. Этому учатся только приказчики, говаривал Алексей Иванович. ПЕСНЯ В 17 веке русским мастером Потаповым он стал не только украшением Москвы, он стал ее символом. Называли тот собор восьмым чудом света. Алексей Иванович Абрикосов 35 лет возглавлял приходской совет того храма. Он крещал в нем детей, венчал своих молодых и провожал последний путь близких. Эта церковь стала родной для всей нашей семьи. За 35 лет служения Алексей Ивановичу удалось привлечь в приходской совет очень много влиятельных москвичей. А на каждую службу он ходил через свой двор или по подземному ходу, который связывал дом и церковь. В 1873 году кондитерская мастерская Абрикосова была преобразована в фабрику, которая выпускала более 500 тонн продукции в год. Ферменные магазины со сладостями открылись в центре больших городов. На Тверской, на Невском проспекте, Крещатике и Дерибасовской. Отбоя в работниках не было. Крестьяне из местных деревень почитали за счастье устроиться на фабрику Абрикосова. Уж очень хороши были условия труда. Мастера, работавшие постоянно, имели личные квартиры. Многие из них, скопив состояние, потом открывали собственное дело. Помимо бесплатного жилья, рабочим предоставлялось бесплатное питание. Мужчины и женщины ели отдельно. Представителям сильного пола за обедом полагался небольшой кувшинчик вина. При фабрике работал бесплатный детский сад, идея Грепина Александровны. На территории также находился кинотеатр и магазин. Где всю продукцию фабрики ее работники могли купить в 10 раз дешевле. Сзади меня, собственно, и находится родовое гнездо династии Абрикосова. В эти средневековые московские палаты семья переехала в 70-х годах 19 века. Он был приобретен на имя Грепина Александровны Абрикосовой, как и многие дома, близлежащие к этой усадьбе. В правом корпусе проживали рабочие, а вот в этом трехэтажном здании разместилось первое промышленное производство конфет. Хорошие условия труда именно на кондитерских фабриках не были редкостью. Например, СИУ одними из первых провели электричество и построили общежитие рядом с заводами со всеми удобствами и инфраструктурой, включая больницу. Кроме того, при фабрике находился парфюмерный цех, а также собственная книга-печатня. СИУ славились своей жесткой политикой подбора кадров. Даже 15 сторожей татар, которые охраняли фабрику, были безраздельно преданы хозяину и дорожили своим местом. При новых финансовых возможностях главной целью Абрикосова стало получение звания поставщика двора его императорского величества. Добился же этого Жорж Борман, его очередной конкурент с нерусскими корнями из Санкт-Петербурга. Он удостоился этого титула в 1876 году, получив право изображать государственный герб на своих кондитерских этикетах. Производство Бормана славилось на всю Россию в основном технологическими новшествами. Алексей Иванович хорошо понимал, чтобы обойти остальных кондитеров, нужно придумать что-то авторское. От Абрикосова. Сумел же он отбить часть покупателей у СИУ. Ну и пусть французские кофейни заслужили репутацию модных мест. Ну и пусть они сверкали золотом и мрамором. Ну и пусть их облюбовала богема. Абрикосовы кофеен не держали. Зато элегантные дамы в шелках из модных заведений СИУ в обязательном порядке заказывали с доставкой домой десерт от Абрикосова. Если вы думаете, что это фруктовая тарелка, вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь точно так же, как ошибались заказчики и гости, кто предпочитал десерты от Абрикосова. И наша компания готовила удивительные десерты для приемов различных семейных празднеств. Это яблоко сделано из марципана. Тертый миндаль с сахаром был основой тех удивлений, которым славился Алексей Иванович и его семейная компания в Москве. Известен пример, описанный в романе Ивана Шмелева «Лето Господне», когда гости на большом торжестве были потрясены и раздосадованы. Как это опять после горячего подают горячее блюда, хозяева совсем деревенские. Ничего подобного. Это было удивление от Абрикосова, и котлеты, и горошек были выполнены из марципана. Из всех детей Абрикосова коммерцией заинтересовался только Иван Алексеевич. Он с головой ушел в развитие кондитерского дела. Молодой человек понимал, чтобы выделиться среди конкурентов, одного производства недостаточно. Именно Иван придумал продавать сладости в розницу. Под его руководством в Москве и других городах открылась целая сеть фирменных магазинов. Роскошно оформленные зеркалами и хрусталем, с вышкаленными приказчиками, магазины в торговых рядах предназначались для самой блистательной московской публики. Под стать новым магазином была и реклама в газетах, которую заказывал и лично придумывал Иван Алексеевич. В рекламных объявлениях как бы не означай упоминалось, что в одном магазине Абрикосовых продавщицами работают только блондинки, а в другом – только брюнетки. Покупатели мужского пола немедленно отправлялись проверять, так ли это на самом деле. А заодно и приобретали у прелестниц сладости, чем существенно повысили уровень продаж. В другой раз в газетах появилось объявление о том, что фирма набирает на работу девушек, представляющих коренное население каждого региона. В результате продажи абрикосовских сладостей выросли в несколько раз. Под влиянием Ивана Алексеевича в компании заметно изменился подход к упаковке. Не зря сегодня коробочки от абрикосовских сладостей являются экспонатами музеев и предметами гордости коллекционеров. Самыми дорогими и изысканными считались ларцы, обтянутые кожей. Их использовали для упаковки шоколадных наборов. А вот жестяные коробочки из Монпансье были в фаворе у молодых людей, желавших порадовать своих возлюбленных. Алексею Ивановичу повезло с родственными связями. Ему старшая дочь вышла замуж за фабриканта Федора Шемякина, владевшего крупным московским жестяночным производством. На его фабрике за бесценок и изготавливалась знаменитая красочная упаковка для кондитерских изделий. Одними из первых абрикосовы поняли, что коробка из-под сладостей может служить годами, напоминая о производителе конфет. Карамель Пушкин выпускали мои предки с 1870-х годов. Причем для того, чтобы две фамилии – абрикосов и Пушкин – не конкурировали, не сталкивались на упаковке, наш бренд размещался только внутри. Вот это тонкое отношение к своему продукту и к своему покупателю и к тому образу, который используется для упаковки конкретных конфет, это отражает широкий взгляд на окружающую жизнь. В 70-е и 80-е годы XIX века ассортимент продукции абрикосовых насчитывал около 450 наименований. На каждый товар – и на мармелад, лилипуд и царский, и на карамель – апельсиновую и рябиновую, и на шоколад – ваниль, и даже на конфеты и утиные носы от кашля находился свой покупатель. Но именно Иван Алексеевич подбил отца на главную авантюру. Он предложил попробовать раскрыть рецептуру французских глазированных фруктов. Для достижения этой цели Иван разработал целый план. Чтобы усыпить бдительность конкурентов, абрикосов-старший во всеуслышание объявил, что отходит от дел. Отныне фабрикой надлежит управлять сыновьям, а сам он едет в Крым восстанавливать пошатнувшееся здоровье. К такому поступку подозрительно отнеслись конкуренты. Их насторожила мысль о том, что Алексей Иванович приобрел в Крыму небольшое имение. Практичный гейс недоумевал, почему абрикосов купил дом не на берегу моря, а в Симферополе, неподалеку от Петровских гор. Да еще и заявил, что будет отдыхать там на старости лет в окружении внуков. Но находчивые отец и сын абрикосовы пустили слух, что причинно в финансах. Земля на побережье слишком дорога. На самом деле, крымская местность, перешедшая в собственность абрикосовых, была не слишком пригодна для жизни, зато отлично подходила для размещения завода. Всю пойму Салгира в ту пору покрывали сады, где росли первоклассные фрукты. Неподалеку располагался Петровский фонтан с чистой ключевой водой. А еще местные рабочие – настоящий подарок для столичного предпринимателя – не были избалованы высокими зарплатами. Пока отец занимался устройством фабрики в Крыму, Иван Абрикосов взял на себя более сложную миссию – выведать у французов рецепт глазированных фруктов. Вместе с женой перезнакомился с владельцами всех кондитерских «Экс-Ампрованс». Но все безрезультатно. Старший сын Алексей Иванович Абрикосов, Иван Алексеевич, лично занимался подбором ингредиентов и составлением рецептуры для начинки конфет. Он был убежден в том, что конечный результат, который увидит покупатель, зависит от того, кто делает и придумывает эту конфету. Однажды добродушный кондитер позвал Абрикосовых посмотреть, как готовятся каштаны. Лакомство, изобретенное на рубеже XVI-XVII веков. К огромной радости Ивана принцип глазировки у них был тот же, что и у фруктов. Деятельный Иван за большие деньги смог перекупить одного из местных мастеров по консервации и уговорил его поехать в Крым. Супруги приобрели самое современное оборудование – дробилки для измельчения сахарного песка в пудру, формовочные машины и линии для производства мармелада. Из Франции Абрикосовы также привезли медные варочные котлы и сетки для просушки. Все то, что требовалось для изготовления фруктов в глазури. Тем временем в мастерской, построенной Алексеем Ивановичем Абрикосовым в Симферополе, нанятый им выдающийся кондитер Григорий Терентьевич Новиков пытался опытным путем раскрыть рецепт французов. Не один месяц Новиков экспериментировал, пока, наконец, не добился почти идеального результата. Пробные партии оказались весьма успешными, хотя кое-какие технологические вопросы все еще оставались. И вот тут уже помог привезенный Иваном Алексеевичем француз. Фабрика Абрикосовых в Крыму начала работу 1 октября 1880 года. Но потребовалось 2 года, чтобы наладить производство фруи-конфи. Под Симферополем глазировали отборные персики, вишню, грецкие орехи, лимоны, привозимые из Италии, мандарины, апельсины, дыни и арбузы. Продукция паковалась в ящики, корзины и картонные коробки и отправлялась в Москву. В частности, в Елисеевский магазин. Первая же партия, удачно выпущенная под Рождество, быстро разошлась в магазинах. Глазированные фрукты от Абрикосова оказались не хуже французских. И Алексей Иванович мог гордиться, что сумел обставить заносчивых лягушатников. Если сегодня посмотреть на рекламу и упаковку товарища Алексея Ивановича Абрикосова «Сыновей», то можно увидеть два российских герба. Под каждым из них стоит дата. 1882 и 1896 годы. Право размещать государственные гербы Российской империи получала компания за заслуги и за победы на торгово-промышленных выставках. И в награду получала право использования национального русского герба в упаковке и в рекламе своей продукции. Первая дата, 1882 год, когда герб Российской империи появился на упаковке, связана с тем, что Алексей Иванович Абрикосов выбросил на рынок уникальный продукт – это глазурованные фрукты. Но триумф был омрачен семейной трагедией. 28-летний Иван, контролировавший строительство павильонов отцовской фирмы, жестоко простудился и вскоре умер от скоротечной чахотки. Безумно любившая мужа Анночка покончила с собой. Пятерых осиротевших детей принял в свою семью Николай, причем своих детей, у них с женой было шестеро. Для увеличившейся семьи Николай Алексеевич приобрел большой дом за городом, чтобы было где отдыхать, гулять и принимать гостей. Правда, его маменька, строгая Агриппина Александровна, выбор сына не одобрила. Осмотрев территорию дачи, она тяжело вздохнула и сказала, «Не тому, видать, тебя учили в твоем университете, сынок, по-другому надо землю использовать». Тратить деньги на покупку земли для собственного удовольствия было не в традициях семьи Абрикосовых. Агриппина Александровна тоже приобрела имение для многочисленных внуков в селе Изварина. Но, во-первых, это было отличное вложение денег, а во-вторых, накладывало на потомков обязательство поддерживать отношения, собираясь в этом имении. Интересно, что благодаря этой покупке близлежащая местность, а позднее аэропорт, получили название «Внуково». Открытие фабрики в Крыму помогло товариществу стать крупнейшим производителем шоколада, конфет, карамели и бисквитов в Москве и войти в пятерку лидирующих фирм, поставлявших около 50% всей кондитерской продукции в России. Вот это шоколадное чудо сегодня известно любому ребенку, как в нашей стране, так и во всем мире. Это киндер-сюрприз. Но сегодня никто точно вам не скажет, что именно Алексей Иванович Абрикосов в середине 19 века придумал делать полые шоколадные яйца с подарком внутри, для того, чтобы можно было поздравить с Пасхой любого ребенка и одарить таким удивительным подарком. Точно так же Алексей Иванович придумал украшать рождественскую елку. Не пластмассовыми и стеклянными игрушками, а полными шоколадными шарами, внутри которых вкладывались традиционно такие же подарки, как и шоколадные яйца. И отсюда пошла традиция щипать елочку. После праздничной службы на утро следующего дня дети, проведя около нее праздничный хоровод, сами выбирали себе подарки и снимали с елки те самые шоколадные шары, мармелад, пастилу празднично упакованную. Самым напряженным и самым прибыльным периодом для кондитеров было Рождество. За несколько дней до праздника по указанию Абрикосова для привлечения внимания к продукции фабрики в больших городах развешивались цветные плакаты с изображением детей и животных. Абрикосов первым понял выгоду от использования детских образов в рекламе. При этом изображение конфет полностью отсутствовало. Зато акцентировалось внимание на детях, на родительских чувствах, на самых главных жизненных ценностях, в том числе для самих Абрикосовых. Яркий пример скрытой рекламы, как сказали бы сегодня. К работе над эскизами для упаковки привлекались лучшие художники. Забавно, что один и тот же живописец совершенно спокойно оформлял этикетки для сладостей разных производителей. Таким был, например, чешский художник Альфонс Муха, знаменитый представитель искусства эпохи модерн. Реклама. Вот эти яркие плакаты украшали городскую среду начиная с 80-х годов 19 века. А в самом начале своего бизнеса Алексей Иванович Абрикосов вручал свою продукцию мальчишкам-разносчикам, и они сладка продавали конфеты, мармелад и пастилу. Никакой рекламы не было. Что интересно, уже ближе к 20 веку семья поняла, что цветные плакаты, висящие на рекламных тумбах в городе, это серьезное повышение узнаваемости бренда и реализации продукции. Члены семьи также занимались рекламным делом нашей компании. Василий Васильевич Кандинский, который приходился племянником, старшему сыну Алексею Ивановичу Николаю Алексеевичу, на самом деле был отдан в юристы отцом и учился в Московском университете на юридическом факультете. Но человека тянуло к искусству. И он для папеньки, чтобы убедить того, что его призвание совершенно в иной области рисовал плакаты товарищества Алексея Ивановича Абрикосова-сыновей. Еще одна рекламная выдумка тех времен – призыв кондитеров «Собери коллекцию». Коллекции, чтобы привлечь как можно больше разных групп покупателей, делились на тематические серии. Абрикосов выпустил зоологическую серию, в которой в популярной форме рассказывалось все о животных, где они обитают, как охотятся, каковы их повадки. Шоколад – бабочки. Но это не просто бабочки, как элемент одежды. Это бабочки с точным, грамотным изображением конкретного вида насекомого, который водится на территории нашей страны, с точным латинским наименованием этого вида насекомого. Таких видов упаковки было очень много. Это были серии. Поэтому осенью, зимой, ранней весной, когда бабочки еще не успевали проснуться, те люди, кто увлекался энтомологией, покупали эти фантики, покупали эти конфеты, дарили друзьям, собирали эти фантики в клясцеры. Особенно любимы были покупателями конфеты, упаковки от которых содержали не только интересную информацию, но и имели практическое значение. Например, дети обожали конфеты от Джорджа Бормана. Была очень популярна серия «Детский волшебник», где детям рассказывалось, как показывать занимательные фокусы. Дети с упоением собирали обертки этой серии, обменивались друг с другом недостающими экземплярами. Такая обертка в обязательном порядке совмещала в себе сразу три функции – просветительскую, образовательную и развлекательную. Маленькие пяшки – вот цветочки кашки. В поле, как гуляла, их для вас набрала. Вот эти женские, детские, девичьи стихотворения украшают и сегодня этикетки товарищества Алексея Ивановича Абрикосова. Такие стихотворения писали девушки Абрикосовой, жены, невестки или дочери. И все эти стихотворения были опубликованы в серии «Шоколад детский». Вот это умение вложить свое творчество, продукцию, посчитать в результате дебиты, кредиты, понять, сколько принесло семейному бизнесу, вот это умение творить, передалось и мне в 21 веке. Я с большим удовольствием добавляю сначала свои доходы, вычитаю из них свои расходы и понимаю, что мое умение работать, которое передалось мне от моих предков, позволяет и сегодня чувствовать себя уверенно, наливая вкусный кофе в родовую чашечку и записывая свои расходы в абрикосовскую тетрадь. Товарищество Эйнен пошло еще дальше по пути просвещения молодежи. Оно выпустило серию типы народов земного шара, состоящую из 14 картин. Желавших собратью было хоть отбавляй. С тем же восторгом публика встретила и серию «Ловля и охота», где показывалось, как охотятся разные народы мира. Количество потомков Алексея Ивановича было очень большим. В свой день рождения внук заходил в кабинет к дедушке со страхом, называл свое имя, точный день рождения. Алексей Иванович доставал из заветного шкафа тетрадь, в которую у него были внесены все даты рождения его детей, внуков и правнуков. И убедившись в том, что действительно данный внук родился в этот день, на ровную дату вручал ему золотые часы, а на обычный день рождения дарил ассигнацию. Получив подарок, внук выслушивал пожелание о том, что надо уважать родителей и ходить в церковь. На этом церемония поздравления потомка завершалась. Когда в 1913 году Российская империя с большим размахом отмечала 300-летие дома Романовых, фабрика Сиу-Ико впервые выпустила печенье юбилейное. Эту марку, дожившую до наших дней, часто ошибочно связывают с советским периодом, с юбилеями революции, с днем рождения Ленина или других вождей. Однако это название в честь российской монархии. Кондитер-фабрикант Адольф Сиу придумал рецептуру, содержащую пшеничную муку, кукурузный крахмал, сахарную пудру, маргарин, молоко и яйца. По слухам, юбилейный бисквит, преподнесенный правящей династией, так понравился императору, что фабрика Сиу-Ико получила звание поставщика двора его императорского величества. Товарищество Эйнон к этой дате выпустило линию элитных кондитерских изделий. В изысканные жестяные и картонные коробки вкладывались многостраничные юбилейные проспекты с изображением царских особ и кратким справочным рассказом о них. Год празднования юбилея дома Романовых стал последним мирным годом в России. Погруженные в борьбу за внимание покупателей, никто из кондитеров не мог представить, что скоро они лишатся всего. Первая мировая война не столько ударила по кондитерскому бизнесу, сколько опять нашла отражение в упаковке. Изготовление патриотических оберток для конфет всячески поощрялось двором его величества. Считалось, что такие упаковки повышали боевой дух и уверенность в победе как на фронте, так и в тылу. Например, Жорж Борман в 15-16 годах выпускал серию «Шоколады. Военная жизнь». На каждой плитке он размещал небольшую черно-белую фотографию с военным эпизодом. Например, одевание гаубицы на передок, в цепи, на привале. Получалось хоть и не красочно, зато достоверно. Ни Агриппина Александровна, ни Алексей Иванович Абрикосов до этих событий не дожили. Агриппина Абрикосова скончалась в 1901 году и была похоронена на кладбище Алексеевского монастыря в Москве. Часть денег она завещала на устройство бесплатного родильного дома, который открылся через 4 года после ее смерти. Алексей Иванович отошел от дел и старался избегать общества. Перед смертью он оставил завещание всем своим потомкам. «У вас есть фабрики, магазины, заводы, мы обеспеченные люди, но самое главное – ваше богатство не в них. Это ваше образование. Что бы ни случилось с имуществом, вы всегда сможете заработать себе на кусок хлеба». В храме Алексея Человека Божьего, который находится у меня за спиной и за воротами современного Алексеевского монастыря в Москве, Алексей Иванович Абрикосов отпевал своих детей, ходил на службу с Агриппиной Александровной и рядом с ним купил землю и построил родовой склеп, в котором Алексей Иванович и Агриппина Александровна нашли место последнего упокоения. В нашей жизни Третье транспортное кольцо перерезало территорию Алексеевского монастыря. И так, как я себе представляю, именно под проезжей частью находится место последнего упокоения основателей нашей династии. В результате смены политического строя вместо 145 крупных кондитерских предприятий, насчитывавшихся в Российской империи, к 1917 году осталось всего 10. Чудом пережившие переворот фабрики после национализации были лишены известных брендовых названий и пронумерованы. Знаменитое товарищество паровой фабрики Эйнам в период так называемого военного коммунизма стало государственной кондитерской фабрикой номер один, фабрика Абрикосова получила номер два, фабрика Сиу-Итко номер три и так далее. Акцент в производстве делался на дешевых сладостях для народа, а упаковка стала носить исключительно агитационную функцию. Сладкая эпоха канула в прошлое, оставив после себя только фантики. А вот семья Абрикосовых выстояла. Главный завет ценить образование, переданный Алексеем Ивановичем своим наследникам, они усвоили. Сегодня о потомках российского кондитера Абрикосова, чей дед был крепостным, знают во всем мире. Его сыновья Николай и Алексей стали издателями первого в России журнала «Вопросы философии и психологии». Дочь Глафира – доктором психологии Сорбоны. Внук Алексей – выдающимся патологоанатомом, бальзамировавшим тело Ленина. Внук Дмитрий – последним послом царской России в Японии. Внук Хрисанф стал секретарем Льва Толстого. Правнук Андрей прославил фамилию на сцене театра имени Вахтангова, а другой правнук Алексей – в теоретической физике, став лауреатом Нобелевской премии. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ